Они призваны не только сохранить Сочи как курорт, но и дать новый импульс к его развитию в этом основном качестве. Так предусмотрено регулирование и плотности, и высотности застройки. Новые нормы направлены на сохранение существующих действующих объектов санаторно-курортной деятельности и регламентируют плотность и высотность застройки с учетом удаленности от береговой линии Черного моря. Изменения коснулись норм расчета объектов социального назначения, школ, садиков. Кроме того, были введены нормы расчета земельных участков для объектов социального назначения. Изменения также коснулись норм по озеленению и плотности для жилых кварталов на территории города Сочи. Изменились показатели минимальных составов и размеров площадок для многоквартирных жилых домов. И всё это, что немаловажно, исходя от степени близости к береговой линии Черного моря. Также документ будет регламентировать на каждом проектируемом объекте достаточную территорию под парковую зону. На основании вступивших в силу изменений в приказ регионального департамента по архитектуре и градостроительству об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края. Это обеспечит сбалансированное развитие города для реализации нового генерального плана до 2044 года. Это для города очень важно, потому что нам нужно в связи с разработкой генплана стратегии социально-экономического развития понять, куда мы двигаемся, целеполагание города. И вот то, что сейчас нормативы появляются достаточно жёсткие, если город будет придерживаться, мы вернёмся к той главной цели нашего курорта – это сохранение курортной составляющей. Предусмотрен забред на изменение функционального назначения объектов курортной сферы. Для того, чтобы мы больше не теряли санатории, чтобы они не превращались в какие-то жилые микрорайоны или кварталы, а по-прежнему оставались важной составляющей курортного города. Также приняты нормативы по озеленению и плотности застройки для жилых кварталов, расчётному количеству мест в объектах дошкольного и среднего школьного образования.